Занимается вопросами так называемых армавных точников уже очень давно. И у нас на сегодня зарегистрировано 42 или 49 таких объектов по области. Очень хорошо, что мы смогли решить вопросы обманутых точников, те, которые у нас были в городе Берске. То, что говорили именно Александровна обманутые точники, не обманутые точники, во-первых, теми, это официально появился совсем недавно, который рекламентировал, каким образом устанавливается порядок, предприятие, отнесение именно к обманутым точникам или не обманутым точникам. Для нас, по большому счету, это, конечно, безусловно большое подспорье, что мы можем сказать, что мы этим можем помогать, детям-то не можем помогать, но людей-то в данный день. Действия примерно были все одинаковые, средства вкладывались в строительство ШУЛЬЯ, только по различным схемам. Где-то были ДДО, где-то до 214-го закона, но люди-то остались, проблемы эти остались. Решая вопросы обманутых точников, так в целом, в общем, назовем по той причине, по которой я сейчас уже пояснила, у нас возникло ряд вопросов, которые необходимо было решить по детству. Мы никак не могли решить вопрос, изыскать средства ни в области, ни в муниципалитете на завершение благоустройства по Харлам-Аксу. Попросили застройщика, лидер строй, оказать содействие в том, чтобы он, конечно, не благотворительный. Я с Алексеем Николаевичем тоже в этом соглашусь. Наверное, доходы в нашей Новосибирской области не такие, видите, у наших достройщиков. Мы не послеживаем, что можем себе позволять строить там и сотку лидов за счет прибыли от маржи, так скажем, от себестоимости и продажной цены. Но, тем не менее, спасибо руководителю Кирсуэя с тем, что он пошел на мою встречу, согласился выполнить благоустройство, согласился выполнить квартальные проезды и также согласился помочь тем людям, тем трем человекам, заемщикам, заемщикам, либо мамочкам, как в Мазаре от этого легче не станет. Предоставление им жилья в уже готовом данном доме. Безусловно, конечно, это у него тоже не падают, я так понимаю, доходы с неба, это затраты более 5 миллионов, не знаю, насколько они велики, и для других застройщиков, но, тем не менее, решая этот вопрос, увеличение этажности можно будет покрыть расходы, в том числе, потраченные на эти, скажем так, непрудные для данного объекта цели. Кроме того, да, на самом деле, я посмотрела тот представленный генпланчик застройки данного объекта. Кроме того, там потребуется расширение улицы Бакова, и я думаю, что совместно и мэрия города Куберска, и правительство Новосибирской области будет решать этот вопрос о реконструкции расширения этого проезда. Я сейчас официально спросила у Андрея Геннадьевича, каков Ваш бюджет в городах, говорит, 2,3 миллиарда, а сколько собственных доходов? 600 миллионов, остальное дотации. Субсидии, дотации, субвенции и так далее. Поэтому вопросы будем решать вместе, в том числе и транспортной доступности, в том числе и норм градостроительного проектирования. Сейчас мы готовим свои региональные нормативы. Я думаю, что это вы учитываете уже при подготовке своих нормативных документов. Ну и думаю, что общими усилиями мы должны победить все эти вопросы, и в том числе вопросы, те, которые свободны по обману кандидатам. Спасибо.